В Провиденс живет и преподает историк Сергей Хрущев, сын легендарного Никиты Хрущева. Он говорит, что решение ООН вступить в Корейскую войну стало возможным только потому, что Сталин парадоксальным образом не использовал вето. Он приказал своему представителю покинуть Совет Безопасности. И советского представителя там не было. Почему, собственно, и можно было организовать всю войну в Корее как войну объединенных наций? Потому что вето-то никто не мог наложить, их не было так. Сергей Хрущев превратил свой кабинет в небольшой музей памяти отца. Большая часть – обложки американских журналов. Приход Никиты Хрущева к власти после смерти Сталина положил начало новой эпохи во внешней политике СССР. Новый генсек взялся лично революционизировать ООН и усилить активность Советского Союза в мире. В те годы сын повсюду сопровождал отца и часто снимал на личную кинокамеру все происходящее. В 59-м Сергей вместе с отцом едет в США. Для Америки это сенсация. Впервые советский лидер в гостях у главного идеологического врага. Кортеж Хрущева встречают десятки тысяч человек. В Нью-Йорке, в объединенных нациях, Хрущев, выступая с неслыханными ранее мирными инициативами, предлагает полное ядерное разоружение. Инициативы остаются без ответа. Он очень боялся ядерного оружия. Он говорил, что мы уже всех можем уничтожить, несмотря на то, что у нас всего там 200 этих зарядов. Давайте остановимся. Американцы на это не реагировали. Хрущев требовал реформировать и саму ООН. Москва предложила механизм тройного управления, чтобы избежать предвзятости суждений. Все инициативы тонут в молчании. На дворе – холодная война. И через год Хрущев все равно едет в Нью-Йорк, но настрой уже совсем не мирный. Исторические кадры. Советская делегация во главе с Хрущевым стучит кулаками по столу на Генассамблее. А вот наиболее яркий эпизод не попал на кино и фотопленку. Хрущев, стучащий по столу ботинком. Однако именно этот образ стал неотъемлемой частью имиджа Хрущева. Все произошло во время рутинного выступления филиппинского представителя. Он, говоря о деколонизации, назвал страны Восточной Европы советскими колониями. Сегодня есть три разных версии о том, что произошло дальше. Стучал ли Хрущев вообще и что это был за ботинок. Хрущев там сначала вот так рукой махал, там схватил ботинок, помахал так, постучал вот так. Ну, собственно говоря, на самом деле это он не стучал и кричать-то он ничего не мог. Крущев был ярости, осмотрелся, потом снял ботинок с ноги и стал стучать.